Мур, привет друзья! Это Зверьком. А разработчики не устают нас радовать новыми героями. Притом каждую неделю. Но что-то мне подсказывает, на основу они не будут выходить с такой скоростью. Ныне нам представили нового танка, которого убрали на доработку. Теперь вернули, и я могу сделать полноценный обзор на него. Итак, это новый танк Белерик, Дитя природы. Его механика в настоящий момент занимательна, и надеюсь ее не испортят, как это случилось с бедным Уранусом. Навыки Белерика наносят магический урон. Это сейчас модно. Первый навык. Белерик выпускает вперед шипастую лозу, которая поражает цели на своем пути. Кроме урона, все цели замедляются на 40%. Урон небольшой. Скорость лозы тоже весьма средняя, но помечает знаком семени вражеского героя. Это пригодится в пассивке. Второй навык. Белерик жертвует небольшим количеством своего хп, чтобы получить ускорение на 50% и усилить свою следующую атаку с руки. Последующий урон зависит от недостающих хп у цели. То есть, чем мертвее противник, тем сильнее удар. Кроме того, удар обездвиживает противника на неплохое время, примерно полторы секунды. Ударом Белерик возвращает себе потраченное хп. Не ударили, не вернули. Отличное ускорение, рут и вообще урон. Приятный навык. Ульта. Белерик исцеляется на 10% мгновенно и создает вокруг себя защитную область. Он получает 40% от урона, нанесенного союзным героем, находящимся в этой защитной зоне. А сам получает на 30% меньше урона на первом уровне и на 50% на третьем. Я считаю такой навык идеальным для танка. Помощь всей группе союзников и непосредственное участие в бою. Плюс этот навык отлично срабатывает с пассивкой. Самая интересная пассивка. Смотрите вот этот файт. Белерик получает на 30% больше хп от предметов. Кроме того, пассивка наносит урон в зависимости от хп Белерика. Каждые 200 потраченных хп. Пассивка атакует ближайшего противника или врага, помеченного семенем. Да, урон небольшой, но пока он срабатывает в зависимости от суммы потраченных хп. Вынесли нам 600 хп. Пассивка пусть и недалеко, но выстрелит 3 раза. А поскольку это считается заклинанием, можно купить огненный жезл для урона в процентах. Или морозный для замедления. Итак, этот танк напрямую поддерживающий союзников, имеющий контроль и которого можно развить в урон. Довольно интересный, на мой взгляд. Пишите в комментариях ваши впечатления, подписывайтесь, ставьте лапки и всем пока.